Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антонес, на этом канале пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Хочу сразу поблагодарить за всех, кто поприсутствовал на нашем вчерашнем стриме. Я говорю про этот самый стрим, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, кто пропустил. Было просто неимоверно приятно с вами пообщаться, спасибо всем за шикарную компанию, спасибо всем за восхитительный пятничный вечер. И также хочу напомнить, на моем англоязычном канале вышло вчера вот этот вот вложик моей покупочки, распаковочки, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Вот знаете, как же я скучал по легкому формату, и знаете, такое раз в неделю блогерство, с чего я в принципе начинал, поэтому спасибо всем, кто тоже посмотрел, подписался на англоязычный канал. Очень приятно, что мой канал растет даже на английском языке. И также хочу напомнить, что на моем основном канале сегодня утро вышло вот это вот гадание на Алену, блин, да, на нее гадали. Спорный, спорный человек, поговорили про все, про личную жизнь, про деньги, про ее вообще внутренний мир, что мы с вами увидели. На картах, которые по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Надеюсь, вам тоже очень понравится. Все, хватит анусу, хватит благодарности. Давайте пообсуждаем сплетни и новости, которые просто рвут из каждого угла, дорогие мои, сегодня. Огромный скандал вышел. Знаете, не скандал, а такие семейные терки между Гариком Харламовым и Кристиной Асмус. Началось все с того, что Гарик Харламов сделал шуточное заявление в одном из выпусков, где он сказал, что после того, как оставил дом Кристине Асмус, он там, извините меня, его и вырвало. И он все там испоганил. Выбираем здесь правильные слова. Ну, знаете, он слова не выбирал. И сразу после этого Кристина Асмус заявила следующее. Уважаемый Игорь Юрьевич, у вас прекрасное чувство юмора. Хорошо бы еще овладеть чувством такта и честности. Понимая, что вы злитесь до сих пор, что я ушла от вас, но постоянное публичное унижение матери вашего ребенка не самый действенный способ справиться с внутренним конфликтом. Помогите лучше нам с ребенком, наконец, обзавестись жильем, написала она, обращаясь к своему мужу на вы. И вот здесь, оказывается, вывалилась в общественный доступ информация, что они до сих пор живут вместе в одном доме в Барвихе, 400 квадратов. О доме мы сейчас еще немножко поговорим. Ну и, конечно, Харламов не остался в долгу в комментариях, отреагировал на заявление своей бывшей жены. Уважаемая Кристина Игоревна, к сожалению, чувство юмора штучный товар и вас в данном случае обвесили. А про чувство такта и честность вам тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живете в моей половине дома и на моем полном обеспечении. Он также отметил, что супруге можно было бы, бывшей супруге, спуститься на первый этаж и высказать ему все, что у нее накипело ему в лицо. Но она предпочла выкладывать все это в Инстаграм, потому что, видимо, нужно поднимать охваты своей социальной сети. Да, мы живем втроем все это время, но угрозами ты запретил нам съезжать. А покупать что-то отказался, но жить так ненормально. Ребенок должен видеть счастливых родителей, так написала Астус. Поговорим немножечко про этот самый дом, из-за которого вот этот вот весь сыр-бор и завязался. Даже не столько из-за дома, но, видимо, из-за дома, я не знаю. Значит, особняк внушительный, 4 этажа, около 400 квадратных метров площади. В принципе, есть, конечно, где развернуться. Купил этот самый дом Гарик Харламов, когда Кристина еще была беременна. И сделали шикарный ремонт, мрамор, шикарная мебель. То есть, оценивается вся вот эта вот тема в приблизительно 100 миллионов рублей. Предполагалось, что пара будет делить этот самый дом еще 2 года назад. Но тогда вроде удалось договориться, и жили они все это время вместе под одной крышей. У меня, конечно, огромный вопрос сразу. А что по поводу бойфренда Кристины Астус? Где он живет, и приходит ли он навестить Кристину Астус в дом Гарика Харламова, в котором они всем этим кагалам и живут? Я не совсем понимаю вот эту вот тему. Сложная тема. Я думаю, что Харламов элементарно просто не хотел продавать дом. Не хотел платить откупные Кристине. Потому что дом, ну, видимо, дорог ему и близок его сердечку. Слишком много любви и денег было вложено в этот самый дом. Но, видимо, так не получится. Я напомню, что элитная школа, куда ходит их общий ребенок, не ходит. Он, наверное, еще не ходит, ребенок. Правильно? Ну, я так понимаю, что планировала вся эта тема, что... Сколько? Два с половиной, что ли, получается? Правильно, да? То есть, планировали они, что и Барвиха там рядом, и он сам часто снимается в этой самой Барвихе. Что все очень близко, все очень комфортно. То есть, продуманное семейное гнездышко. Ну, вы знаете, дорогие мои, продуманное семейное гнездышко. Ну, нужно думать, в первую очередь, не о доме, где это гнездышко будет обитать, где это гнездышко будет виться. А об отношениях со своей, ну, уже на данный момент бывшей женой. И нездоровая абсолютно тема. Я не понимаю моменты, когда люди расходятся, но продолжают жить вместе. Я понимаю, что это удел нищих и сирых, у которых элементарно нет возможности разъехаться, у которых нет возможности правильно разбежаться, правильно, да? Потому что я знаю серьезно вот такие вот жизненные истории, когда люди живут в двух-трех комнатных квартирах вместе с детьми, официально разведясь, но продолжают жить вместе. Для меня это абсолютно нездоровая тема. Но учитывая то, что Асмус говорит, что он ей запретил съезжать, я не понимаю вот этой вот темы. Что за мазохизм, что за непонятная одержимость бывшей женой. И здесь вопрос. Он не хочет ее отпускать, потому что он не хочет делить собственный дом. Или же он до сих пор имеет какие-то чувства к Кристине Асмусу. И зная то, что Кристина Асмус активно, не то что в поиске, но активно живет свою личную жизнь. Как мужику такое, когда у Кристины Асмус есть какие-то мужики, а ты на все на это смотришь, или по крайней мере об этом всем знаешь, и она постоянно мелькает у тебя перед глазами. Нездоровая тема. Мне вообще интересно, как часто вы слышали такие истории, может быть у вас такая история, что вы вроде как разошлись, но продолжаете жить вместе. Нездоровая тема. Больная тема вот в самом ядре. И я считаю, что вот данная проблема, она просто вывалилась в общественный доступ, потому что, видимо, скорее всего, накипела. Ой, какая интересная. И знаете, я этим живу. Я обожаю сплетни, я обожаю все, когда связано с вот этим вот маленькой грязью, которая вываливается в общественный доступ. Так что давайте пообщаемся. Очень интересно послушать ваше мнение. Дорогие сплетники, напоминаю, что сейчас начинаются рождественские праздники, начинаются новогодние праздники. Если вы хотите удивить всех окружающих своей белоснежной улыбкой, отбеливающие полоски от Райджо – это ваше спасение. Изумительно подходит для чувствительных зубов. Полоски, которые действительно работают, и которые я пользуюсь уже не первый год. Продукт просто огонь. Наносите полоски на зубы, они растворяются на ваших зубах и начинают отбеливать ваши зубки. Гениальное решение, сделанное в Великобритании по самым высочайшим европейским стандартам. И самое важное, я лично пользуюсь не первый год, рекомендую постоянно. Переходите на основной сайт компании Райджо и покупайте по цене одной упаковки. Вы получаете целых три, дорогие мои. Это полный курс отбеливания, две упаковки и плюс одна запасная. Если вы хотите просто протестировать действительно восхитительные отбеливающие полоски от Райджо, переходите на Ozone или Wildberries и покупайте одну упаковку по суперцене. Райджо, лично пользуюсь, ребят, не первый год и постоянно рекомендую. Ну и, конечно, дорогие мои, Илья Яшин. Сейчас его вот только что сегодня утром, сегодня 9 число. И буквально час назад появилась информация, что дали ему 8,5 лет общего режима за распространение фейков о российской армии. Так сообщают корреспонденты, которые были во время оглашения суда. Смотрим на реакцию зала. Люди начали хлопать, поддерживать его. Мне интересно, хлопающие люди, поддержавшие Илью Яшина в зале суда, пойдут ли они на карандаш и возьмут ли их на учет? Потому что это поддержка, считайте, человека, который вносил с точки зрения российского законодательства раздор, который занимался, ну, чуть ли не расшатыванием лодки. Ну, то есть, серьезно обвинили. Ребят, общий режим это самое ужасное, что оно может быть, да? Его посадят с какими-то непонятными действительно настоящими преступниками. Ребят, 8,5 лет. О чем речь, значит, он прокомментировал тогда уничтожение городка Буча. Буча это маленький городок, элитный городок. Это был уютный городок. Это была красота сразу под Киевом. Все вы знаете, что такое Буча. Все вы знаете, что происходило в этой многострадальной Буче. Мой бывший парень из Буча выжил. Слава богу, с ним все сейчас нормально. Но тот момент, когда на момент, когда Бучу просто равняли с землей, пропал на 10 дней. У меня сердце было неспокойно. Мы разошлись, но остались хорошими друзьями. И я знаю из первых рук, что происходило в Буче. Это самый большой срок, дорогие мои, вынесены в Россию по статье 207.3 Уголовного кодекса на данный момент. Все, знаете, в шоке. Не знаю, в шоке, не в шоке. Говорили, что дадут ему 5 лет. Это говорил, ему дадут 9 лет. Ему дали 8,5 лет. Сам он заявил следующее. Ребята, не расстраивайтесь, все нормально. Если кто-то думает, что Путин будет править 8 лет, то он еще очень большой оптимист. Из огня до в полуме, да? Неизвестно, что будет после Путина и кто придет после Путина. Я не думаю, что он будет еще в следующие 8 лет человеку 70 лет. Хотя и не такое мы видели, и не такие исторические моменты мы тоже видели. Неизвестно, кто придет после Путина, да? И поэтому, может быть, Путин, то, что он сейчас творит в России, это, может быть, окажется еще и цветочками. А ягодки будут впереди. Дали ему, значит, 8,5 лет. Как Навальному. Вы знаете, Навальному, сейчас ему общая сложность, это около 30. 24 года, что ли, ему отсиживать. Вплоть до оскорбления каких-то там ветеранов. Не каких-то, а ветеранов. Именно так преподнесла эту самую тему Фемида России. То есть за оскорбление ему там 6,5 лет дали. 6,5 или 4,5. Любой срок за оскорбление, кого бы то ни было вербальное, это кошмар. Это кошмар. Это просто не верится, что такое может быть. Я напомню, я уточню, дорогие мои, что ему дали 8,5 лет за комментарии по поводу Бучи. Его статья называется «Дискредитация войск Российской Федерации». Скромное обаяние пацана. Мои guilty pleasure. Обожаю телеграм-канал. Пишет. Пробежался я по комментариям каналов разных. Представьте, коллеги, там есть люди, которые пишут, что 8,6. 8 лет 6 месяцев. Это мало. Мужчины, женщины в возрасте. Просто сам факт. 8,5 лет тюрьмы, это мало в понимании некоторых людей. И ведь таких не то, чтобы единицы. Это действительно правда. Выложили мы эту информацию в мой телеграм-канал. А люди пишут. Люди, вот с российским гражданством. Люди, которые живут в стране, где можно получить 8,5 лет за мнение на ютубчике. Пишут. Да, так ему и надо. Все нормально. Вот тут пусть 8,5 лет. И Чалид все сам нарвался. Что нарвался? На чем он нарвался? Он высказал свое мнение за мнение, за позицию, за комментарии по поводу войны в Украине, за здравом обществе. Это нереально, чтобы тебе дали срок 8,5 лет. Нет. Люди пишут. Нормально. Все. Так ему и надо. Как сказал Никоглай, меня бы посадили, если бы не был публичным человеком. Если вы не публичный человек и вы, упаси боже, попали в жернова диктаторской вот этого полицейского государства, а вас даже и не вспомнят и о вашем благополучии и о вашей свободе, никто даже не позаботится, кроме вашей плачущей мамочки и вашей жены, которая будет лезть на стену и которой никто не услышит. Ребят, вы понимаете, есть люди огромное количество. Я не знаю, боты, не боты. А есть люди, не боты, вот правда, не боты, которые искренне верят, что то, что дали Илье Яшину, 8,5 лет, да, за мнение, за мнение, не украл, не ударил, ничего. Просто высказал мнение, как я высказываю мнение здесь на ютубчике. 8,5 лет общего режима, это ад на земле. Общий режим в Российской Федерации, это ад на земле. Илья Яшин сядет на 8,5 лет. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои. Как вот ваше переживание, если вы согласны, вот вопреки здравому смыслу, для меня это вопреки здравому смыслу, аргументируйте. Я уважаю любое мнение, даже самое безумное, как я считаю, да. Просто аргументируйте, по какой причине вы согласны с безумным сроком за видео. А, Буча, вы все знаете, что случилось с Бучей, да. Это не украинцы уничтожили Буча, а это были российские танки, это была захваченная территория прямо под Киев. И вы все знаете, что это. Это не фантазия, это не городская легенда. Это трагедия целого города в Украине. И аргументируйте, по какой причине вы согласны, что Илье Яшину 8,5 лет, и это нормальная позиция решения вот этой Фемиды. Тряслись ручки у судей, когда зачитывал. Ну, это все знаете, шестеренки гигантской машины. Дорогие сплетники, у меня вопрос. Закупились ли вы подарками к Новому году? Потому что сейчас у Тартухи супер предложение. Подарок от Тартухи, во-первых, это беспроигрышный вариант. Такой подарок оценит абсолютно любой гурман. И сейчас просто шикарные новинки, дорогие мои. Это консервированные улитки, безумно вкусные, готовые к употреблению. А также мясо и паштеты из дичи. Оценит любой гурман. И сейчас стойка вот с 10 по 20 декабря на всю продукцию категории подарки. Скидка 10% при покупке двух подарков. Скидка 20% при покупке трех подарков. И скидка 30% при покупке от четырех подарков. Промокод НИУ23. Вкусно, говорю, слюните кут. Улитки восхитительные. Дичь просто шикарная. Переходите на Тартухи и радуйте себя и своих любимых гурманов восхитительными подарками от Тартухи. Тартухи, вы нас всех очень-очень балуете. Самого красивого в своей позиции. Ну, не самого красивого. Были там еще симпатичные бардашки. Backstreet Boys. Ника Картера обвинили в серьезном насилии над летней. А значит, ситуация была какая. Инцидент якобы произошел в 2001 году. Рут, девочка, которая подверглась насилию по ее словам от Ника Картера. Ей было 17 лет. После автограф-сессии менеджеры группы пригласили девушку в автобус пообщаться со своим кумиром. Там, значит, он ее накачал алкахой. И он ее был самый настоящий интим. Против согласия. Ей было 17 лет. Оскорблял ее. И на руках после этого остались синяки. После этого, как она утверждает, она подхватила от него болезнь, передающуюся этим самым способом. И она говорит, что запугал ей. И пригрозил, что если она заявит об этом, он посадит ее в тюрьму. Цитата. Девушка была. Аутизм, да? И церебральный паралич. Без шуток. У меня аутизм. Я живу с церебральным параличом. Но ничто не повлияло на меня так, как то, что со мной сделала Ник Картер. Она говорит, что хочет остановить Картера, который нападает на девушек и подростков. И добавила, что Картер знаменитость. Это не снимать своего ответственность за преступления. Кроме нее, в суд также пошли еще три девушки с похожими историями. Сам Ник Картер все это отрицает. Все обвинения против него. Он говорит, это все сфабриковано. Они просто хотят отменять денег. Ну, классическая тема. Я напомню, еще в 2017 году Ника Картера обвиняли в том же самом. Бывшая солист группы Dream Мелисса Шуман заявила, что Картер также проявил к ней насилие. Получил свой интим, когда ей было на тот момент этого самого. Ей было 18 лет. Музыкант тогда тоже все обвинения отрицал. Мне всегда смущает одно. В этой истории я допускаю, что такое может быть. Я допускаю все это. Меня смущает одно. 2001 год. О чем идет речь? Ну, как ты докажешь? Какие? Ты свои переживания, свои слова просто считай голословные. Слово против слова, да? Получается это так. И вот здесь как работает Фемида в Соединенных Штатах Америки? То есть, получается, если один человек сделал заявление, что аж в 2000... То есть, это сколько, получается? 22 года назад произошел этот инцидент. Они как? Берут на веру слова? Воспоминания. Это уже не слова, это воспоминания. И потом в случае, если появляются дополнительные обвинения со стороны других людей, тогда это воспринимается как серьезно. Как работает вот эта тема? Потому что я не понимаю, как можно обвинить человека вообще хоть в чем-то, когда прошло 22 года с момента инцидента. Для меня вот это вот феномен, который я не могу до сих пор понять, как это работает. И на что люди надеются, когда говорят, вот я хочу, чтобы его оставили, потому что он так относится. А что ты молчала 22 года? Ты не публичный человек, ты человек нездоровый, ДЦП, то есть, церебральный паралич. То есть, я говорю о чем? То есть, ей терять-то, в принципе, нечего. Не то, что она скажет, ей закроют выход в большой шоу-бизнес, понимаете? Нет, такой ситуации там нету. Почему молчать надо было 22 года? Смотреть, как он продолжает делать, ну, видимо, по ее словам, то, что он делал. И в итоге говорить, вот сейчас растало время правосудия. Какое правосудие? Основано все на воспоминаниях. И для меня это самый большой феномен. Певец-шаман, значит, расплакался в студии у Корчевникова. Корчевников для меня это просто неимоверно. Нездоровый человек, мы говорим нездоровый, ментально. Невозможно смотреть на ситуацию, когда люди, прикрывшись именем Бога, Святой Церковью, Православием, поощряют войну. Говорят, что это все правильно. Бог вам велел идти на войну. Это все по-божье. Понимаете, идет подмена понятий. Бог, религия, церковь. Это самое миротворческое, что вообще должно существовать. И поэтому, когда дело касается Корчевникова, это просто человек не совсем... Я не знаю, играет он эту роль или нет, но он ведет себя пугающе. И расплакался, значит, шаман, когда говорил о том, что он обращался к Богу. И тот давал ему тексты песен, множество песен, которые он написал. И это все благодаря общению с создателем. Я не хочу оскорбить ничьи чувства, ничью религиозность, ребят. И я... Ну, извините, но я вот... Я не извиняюсь, блин, не верю я в это. И, значит, общался он с создателем, спрашивал, что не так, что мне нужно делать. В этот момент он разрыдался. Стал он известным после своей песни «Встанем», релиз, который остался 23 февраля, в день защитника Отечества Российской Федерации. Цитата. «Считаю, что песня была продиктована мне свыше. Я не смог бы написать сам такие строчки. Это было очень быстро. Строки пришли ко мне сами. Как я вижу ситуацию? Шаман — это великолепная рычаг пропаганды. Почему он великолепен? Да потому что он давит на эмоции, он давит на любовь к родине, он давит на тонкие, вот те тонкие клавиши вашей души, когда тебя убеждают не словами, а вот на подсознательном уровне зомбирования. Вы понимаете? Я как человек эмпатичный, я как человек неимоверно эмоциональный, я тоже... Когда вступают в игру эмоции, вот в этот момент тебя можно убедить, дорогие мои. До тебя можно достучаться. И это ужасно, когда они говорят, что это не просто песня моя, а песня, посланная мне свыше, создателю. Ну, когда мне начинают нести вот эту вот Филькину грамоту, мне создатель сказал, мне создатель вот это вот скинул, я хочу сказать, ой, слушай, гуляй. Ну, дядь, ну гуляй ты, ради бога. Я тебе сейчас столько на плиту, да? Или мне доказательство, что тебе, блин, создатель кинул строки песен, или гуляй ты, блин, лесом. Я тебе сейчас тоже много чего наговорю. Вообще, все, что я делал на этом канале, это мне создатель дает, дорогие мои, потому что я сам, ну я же дурачок вообще. Я глупенький поверхностный мальчик, а глубокие анализы, это все оттуда. Это из этой серии Шарашкина контора-то, да? И он прокомментировал также отъезд огромного количества звезд, которые уехали из России. Другая душа, это всегда неизвестность, и мы подчас не можем разобраться. Каждый день внутри нас происходит борьба, каждому заду приходится делать выбор. Люди сделали свой выбор, это их, значит, путь. Значит, ситуация была преподнесена как? Что миллионы они заработали в России, и сейчас они свалили неблагодарные такие. Да Россия изменилась после 24-го числа. После 24-го числа 8 лет дали мужику общего режима. За то, что он вывалил видосик, но он не украл, ничего нельзя. Он просто высказал свою позицию, свое мнение. Повторюсь, кто не знает, кто живет в непонятном мне мире, на это есть право у каждого. Это право свободы слова закреплено в Конституции. Нет, безумие. Безумие, прикрытое Святой Церковью. Ребята, это ужасно. Это просто ужасно. Ты смотришь на это безобразие. Я взрослый человек, я образованный человек. Я просто понимаю, какая это, черт возьми, профанация. То, что идет сейчас, то, что творится сейчас, дорогие мои. Эмили в Париже. Мой любимый сериал. Вы знаете, я никогда не думаю, что сериал по формату Эмили в Париже будет. Настолько мне зайдет. Вы понимаете, Эмили в Париже это тот легкий комедийный момент, когда хочется расслабить мозги. Это взор. И единственный у меня диссонанс, конечно, что Эмили в Париже, она ассистент пиар-агентства, сплошной кутюр. Вот здесь они, конечно, перемудрили. Костюмы великолепные. Но не может девочка из пиар-агентства, пускай даже в серьезном пиар-агентстве, зарабатывать такие деньги, чтобы одеваться в тяжелый люкс. И вот говорят, дорогие мои, Ким Катрал. Она сейчас появилась на презентации на премьере третьего сезона. Третий сезон начнется 21 числа. И говорят, что она появится в этом самом сериале. А причем, говорят, в роли Саманты Джонс. Именно Саманты Джонс из сериала, который мы все любим. Вот вылетает, да? Я не понял, как создатели сериала отнесутся к тому, что она появится в образе Саманты Джонс, которую она играла в том сериале. Вот это я не совсем понимаю, будет ли нарушение авторских прав, или это все утрясли. И вот, значит, там они и встретят в Эмиле в Париже эту самую великолепную блондинку. Я обожаю эту тему. Если это случится, это будет финтушами. Сейчас же снимается второй сезон сериала, который продолжение того сериала называется и просто так, и вот и все. Знаете, путаница в глазах. Я смотрю, взял на великолепный английский. Мой великолепный английский, он великолепный. Сейчас давайте. Подгорело у всех. И я считаю, что продолжение сэрта в большом городе, оно, конечно, было полнейшим провалом, сказав все это, сейчас продолжаю снимать. Второй сезон того самого, да? Просто кошмарище. Это был провал, который я в жизни такого провала не видел. А вот Саманта Джонс, Кимка Трал, она отказалась сниматься в продолжении. И вот сейчас она появится в супер популярном Эмили в Париже. Вот это просто гениально. Умничка. Знаете, иногда нужно говорить, нет, даже если тебе платят очень хорошие деньги. А Кимка Трал смогла это сделать. Кто ждет Эмили в Париже, я прям жду, не дождусь. Обожаю этот сериал. Одна из пиццерий, я не буду называть название, потому что созвучная с матерным словом, предложила россиянам обменять загранпаспорта на еду. Такую акцию, известная скандальным маркетным сеть, запустилась 7 декабря. Значит, условия простые. Нужно принести документ в один из филиалов и уничтожить его в обмен на участие в розыгрыше. То есть, это будет не приз моментальный, а возможность участия в розыгрыше. Приз бесплатный тур по России и годовой запас еды. Итоги проведутся 18 декабря. Вы серьезно? Вы сейчас серьезно? Обменяя загранпаспорт на еду, вы мне можете сколько угодно говорить, что сеть Юбби это они делают пиар на злобу дня, да? Но, ребят, принеси загранпаспорт, уничтожь на наших глазах, а 18 декабря будут результаты, да? Я уверен, появится огромное количество парней, которые уничтожат свои паспорта в надежде выиграть замечательный тур по России, что это золотое кольцо будет, Галинджик, или куда повезут-то людей. И годовой запас суши. Чтобы что? Чтобы потом не уехать? Потому что, я уверен, пойдете вы за повторным загранпаспортом, вас пошлют, куда пойдут? Не вздумайте! Ребят, что происходит? Уничтожь загранпаспорт. Я читаю, это, конечно, ха-ха, это, конечно, о май гад, что происходит? А по факту, дорогие мои, милые мои, закрывается занавес, понимаете? Закрывается занавес. И это маленькая шестеренка непонятной мне игры, которая сейчас происходит. Безумие. Полнейшее безумие. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. Я вас обожаю, сплетники, что никогда не проходите мимо страданий, братьев наших меньших, поддерживайте приюты и волонтеров. Пожалуйста, прогуглите, узнайте, вот ваш местный приют, переведите копейку. Ребят, гигантский плюс в карму, если есть бог, он увидит ваши добрые слова, он увидит ваши добрые деяния и воздаст вам. И вы будете себя чувствовать настоящим человеком, смотря в зеркало, потому что вам стыдиться нечего. Вы действительно человек, который делает добрые дела. Помогайте братьям наши меньшим, продолжайте доказывать всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное обсудимое всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Личная благодарность всем спонсорам канала. Дорогие мои спонсоры, с вашей помощью жизнь действительно становится легче. И даже если вы просто не пропускаете рекламную интеграцию на ютубе, уже лично вас ежедневными выпусками. Подписывайтесь на канал, у нас замечательная уникальная комьюнити сплетников на ютубе. В русскоязычном блогинге аналогов нет, поэтому вступайте в Реды сплетников, сплетник на этом канале звучит гордо. Я вас обожаю, сплетники, увидимся обязательно завтра. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова